Волга. Потрясающая река России, на которой любят отдыхать миллионы людей-дикарями. В палатке. Жечь костры. Рыбачить. Волга берет свое начало на Валдай и заканчивается в Астрахани. По пути образуют различные водохранилища, например, Рыбинское. Ребята, прямо по курсу! Рыбинское водохранилище! Ну, какова красота нашей природы, да? Именно туда сегодня и отправляемся. Всем привет, матушке Волге! Ребятки, четвертое утро в этом потрясающем месте. Проведем там три ночи и четыре прекрасных дня. Порыбачим. Сегодня будет много рыбалки и очень много рыбы от меня. Не зря рожала себе рыбачков. Мать голодной не останется. Покатаемся. Встретим закаты. Вот это, ребята, сегодня выпуск будет. Пожарим мясо. Отлично проведем время. Конечно же, сегодня покажем все наше оборудование и не только наше. Погнали! Почувствую себя муравьем с этим самбордом. Еще в руке станция. В общем, тачка наша до сих пор в сервисе, как вы поняли. Берем снова дискарь. Единственное, сейчас поеду, перегружу все наши вещи сюда. Поехали собирать все наши вещи. Пока я буду перегружать вещи, Настенка будет собирать все вещички дома. Сейчас по-быстреньку надо собраться. Еще хотели утром выехать, но так было лень вставать, если честно. Поэтому будем выезжать только ближе к обеду. Ну да ладно, Мирошка поспи пока едем. Красавчик уже на улице стоит. Ждется его часа. Кто скучал за машиной, вот, пожалуйста. Я знаю, ребята, что многие скучают. Вот. Так, это пледик наши зрители в Турции подарили нам для квартиры. Но пока он ездит в нашем домике. Эх. Чипс. Тютелька в тютельку. Туда надо все быстро перекидать и в путь. Такой модуль офигенский построили. И таки еще его не попробовали. Вот, кстати, хорошо заглянул. Мне отсюда всякая билиберда нужна. Так. Это что такое? А, это холодильник. Ну какой же отдых для семечков? Такие два огромных пакета у меня было. По факту вообще все заметело в холодильник. Обожаю наш холодос. Тут даже можно семечки положить еще. Кофе положить, чтобы место не занимало. Кашу сюда положить. Ну и все. И закрыть. Вот это мы под завязку. Вообще просто максимум выжили из дискаря. Кое-как мы собрались. Время, час. Мы только выезжаем. Битком вообще дискарь. Вообще под завязку. А там с той стороны торчат удочки. С этой стороны выпирает матрас. Но самое интересное, что мы реально тромбанули все и даже больше. Ехать нам 6 с половиной часов. Мы думали, несколько локаций выбирали. Это Русское водохранилище, Можайское водохранилище. Выбирали Волгу, Конаково. Но учитывая, что у нас родители сейчас тоже стоят на Волге в Ярославской области. Возле Рыбинского водохранилища. Мы что-то подумали и решили поехать туда. К ним так и веселее. И они говорят, что они уже по нам даже соскучились. Поэтому мы едем туда. Взяли с собой удочки. Будет рыбалка, моторная лодка, саборд. Короче, контент будет вау. Ребята, готовьтесь. Сразу заранее скажу. Потом не пишите в комментариях. А где локация? Дайте локацию. Только в телеграм-канале будет локация. Только для своих. Потому что мы находим действительно крутые места. И делимся с небольшой аудиторией. Потому что на ютубе дать какую-то классную локацию. Ну, очень жалко будет местно. Поймите правильно. Вы, наверное, снова спросите. А что опять идти с Кореей? Где ваш бусик? В общем, я продолжаю снимать большой выпуск про что с ним, про ремонт. Но дело в том, что уже 4, по-моему, или 5 попыток было его забрать. Я шел в сервис с таким отличным настроением. Эй, иду забирать машину. Этим тоже делился в телеграме. Но по итогу вот нифига. Вот самый ответственный момент, когда надо выехать. Какие-то сюрпризы, какие-то сюрпризы. И вот опять вчера 20-го, а 24-го, да, июля, мы должны были ее забрать. И опять никак. Много кто спрашивает, а где, а что. Просто мы не хотим давать частями. Мы снимаем его на протяжении почти 3-х месяцев уже, да, Слава снимает. Поэтому вы ждите, вы потом просмотрите, вы поймете наше состояние. Потому что мы этим нигде не делимся. Практически немножко в телеграм-канале. Короче, выпуск будет, конечно. Какой у него будет финал, мы сами не знаем, ребята. В Москве есть Хорда, платная дорога, которая идет через всю Москву. Я надеюсь, она нам сэкономит время. Она для машин, которые на подмосковных и московских номерах бесплатна. А для не местных, так сказать, она платная. Сколько стоит, даже не знаю. Сейчас попробуем проскочить всю Москву по этой дороге. Надеюсь, поможет сэкономить время. Ну вот мы, собственно, и попадаем на эту дорогу. Погнали! Проезжаем в красоту. Это называется Измайловский Кремль. Красивый. Такой из разных куполов каких-то. Разных постройках, что он отличается. Так, обед! Обедать заехали в торговый центр какой-то в Сергеевом Фасаде. Вот здесь поедим и сразу дальше. Спустя 5 часов мы добрались до Углича. Привет, Волга! Это Угличевская ГЭС. Смотрите, какая широченная она здесь. И вот здесь вот шлюзы. Да, здесь от берега до берега, конечно, прилично. Красота. Нам осталось ехать 100 километров до этого места. Все, основная дорога пока. Начинаем ехать по дороге, созданной для Discovery. Ну и вот как раз на закате подъезжаем. Ну какова красота нашей природы, да? Что-то... Папа, папа, там змея плывет. Да нет, там эта ондатор какая-то плывет. Ой, кайф, лесок. Лесок такой, и такой, слушай, девственный вообще. Ну, воздух тут, вау. Смотрите, как красота. Смотрите, какие потрясающие полянки. Я напомню, это пятница, и людей нету. Вот только мы можем отыскать такие места, вот очень крутые, где действительно ты приедешь, даже несмотря на то, что пятница. Ну посмотрите, никого, ребята, никого. Ну и, в принципе, любая машина сюда проедет. Вот первый лагерь, вот ребята здесь с палатками стоят. Смотрите, как очень уютно. Смотрите, как круто. Ой, класс вообще. Просто класс. Да, вообще реально. Счастье полные, штаны. Да, вот так вот мы отвернули. Мы сейчас как бы на чуть другое русло реки. Вот, и там прям нам останется 10 метров до Рыбинского водохранилища. Да. И у меня сюда отец заехал на огромной своей газели. Не знаю, как он это делал. Молодец. Если мы вообще туда едем. Ахахахаха. Да не, ну вроде на точку едем. Ну развернемся. Еда у нас есть, поэтому мы не покажем. Ээээ. Это мама сика. так ну все мы нашли своих еху огромный ну вы прикиньте целая поляна и все наши сейчас немножко машину перегоню я думал здесь палатку поставить а там видите вот эти ямы а у это кроты блин этих на запускали очень много комаров в машину просто трындец здесь комаров конечно много ну наверно как в обычном лесу конечно сейчас тем более закат сумерки вот эти самое время ну ладно а рот вы еще папа еще чуть-чуть вот эти ветки сейчас можно идеально показать вот какая машина как не мультивэн для нашей семьи в дискаре тоже огромная машина но полностью под завязку вы же помните когда я забирал все из машины вот это вот все лежала по салону разбросаны вообще не было никакого ощутимости что мультик забит а здесь вот так вот трындец так это ставим так это чуть позже распакуем от наших друзей подгончик родлай как всегда красавцы холодильничек о кто-то его отключил ну ладно первым делом сейчас будем ставить палатку и надо попшикаться от комаров они здесь вот такие лошадиные он все это закусывают меня вот вот преимущество такой палатку вот буквально сами видели 10 секунд все у нас палатка стоит нет на всем пока не надо сейчас быстро сюда все закидываем купили мы вот такую вот сумку таких у нас две это мы хотим их вешать на стекла в мультике полностью втрамбовалась белье под матрас быстро-быстро-быстро-быстро-быстро застегиваем под матрас лучше всего конечно что-то ложить у нас не надувной матрас мы купили вот вот шикарнейший детский коврик ложишь вообще на нем и спать офигенно на самом-то деле вот так вот мы сейчас его раскладываем чтобы влага не проникала нам в матрас и все и стелим уже непосредственно сам матрас fix fix этот матрас вообще он по размеру в нашу машину 160 по моему идет на 210 что ли что-то такое вот ну и палатка тоже конечно огромнейшая да сами видите опа фух палаточку обязательно сейчас пригвоздим буквально там на 4 комары идите отсюда опа в корень попал у нас есть тайская цитронелла посмотрим как она будет ну по крайней мере я попшикался даже на ногу ни один комар не садится все вшикались кофта дели не потому что холодно здесь нас градусов потому что просто ну от комаров я думал мы все не будем наслаждаться закатом а нет не будем нет заката ну какова красота ну вы посмотрите были на дни сколько здесь соток я даже не представляю будем дальше завтра склад сейчас уже уже поужинаем отдохнем посидим поболтаем ребята вот дрова и это дядя саша мы познакомились на волге два года назад получается вот с тех пор вместе и куда-то ездим выезжаем видите дрова и сделали насенка переодевается палатка стоит вот тут у родителей туалет у них не биуч биуч у нас завтра покажем заправлять будем обычный короче они вот сюда вот поставили значит генератор свой протянули завтра уже солнышко выйдет свет будет получше все покажу расскажу и длинный 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 удлинитель но когда мы стали обладателями новой станции ромасовской мы им старой подарили надо спросить у них тут вообще просто апорт момент и вообще мы-то думали на какое-то место приедем в обед сразу взяли бич пакет и поэтому они что мне нажимать на держи бичей будем есть на и арбуз на арбузом взяли оба держит нервов дети просят туалет срочно надо разгребать здесь доставать ну такая посуда не нужна сейчас разберемся у меня там полу всякая я только вот стол в вашем ну эти в гости давай котя 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 завтра будем плавать на саборде попробуем на саборде завтра выйти в Рыбинское водохранилище пойдем о какой у нас туалет будет берем ведро идем набирать это нам понадобится красивый пляж набираем прикиньте даже свой собственный пляж офигеть опа клопы водомерки иди отсюда нафиг в нижний бачок наливаем вот такое вот средство чик и верхний бачок надо тоже набрать воды мама попросила в палатку поставить дополнительный стол мы с собой взяли этот стол и новый новый не такой большой как этот он такой просто по стилю классный классный короче увидите завтра завтра уже распакуем коврик надо тоже постелить наверное перед палаткой мы сейчас красивую поляночку сделаем так раз стул два стул это родин стул Темочка пошел свой стул раскладывать с недавних пор у нас вот такая вот тара 20 литров блин очень удобно прочная кранчик открыл вода льется тоже потрясающе сюда можно поставить либо раковина у нас есть складная либо вот ведро пока поставили ну и в нем его я оставлю все смотрите за такой поляной садимся и потом пойдем сжечь костер смотрите какая красота завтра я сделаю рум туры этой квартиры мы поужинали блин красота вот так вот с фонариком это наш фонарик мы его тоже показывали красота это еще и насос между прочим сейчас надо постелить будет постельку кстати насчет комаров что хочу сказать их вот был пик вот как раз мы приехали сейчас мы ходим их вообще нету вот ну на полянке нету вот и все наши апартаменты ко сну готовы сейчас уже пойдем разжигать костер посидим возле костра жаль нет гитары гитара у меня в машине в боксе а так было бы конечно прикольно можно было бы еще посидеть ну и все и будем вот так вот спать по сути матрас нашей машины мы умещаемся невысокого все роста нам это хватает в тесноте да не в обиде зато с им прекрасным видом можно конечно поставить вторую палатку я и хотел но может быть мы ее завтра поставим так ли не сейчас как Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, как прикольно, на этой полянке сделали даже свет, как лайфхак, да? Вот на удочке, значит, разместили, подключили к нашей станции, и вот у нас есть на полянке достаточно дельный свет. Ну вот, смотрите, сейчас я выключу, сделаю. О, я вообще за дровами пришел, видите, как красота. На, держи. На тебе в глаз. Уже все встали, кроме нас с родиком. Какой кайф, а? Сейчас пойду вам покажу утреннюю красоту. Время что-то в районе полвосьмого, что ли, или восьми утра. Соседи вон шумят уже. Такой ветер, как будто бы ураган по факту, высокие деревья просто, и там... Ой, кайф. Ой, какова красота. Ну, ребята, ну, ребята, вот это я понимаю. Сейчас, надо рудико закрыть. Пусть маленький спит. Ой, Настемка уже тут поставила канистру. Завтрак, видимо, пытается приготовить. Ну, пойдемте посмотрим речушку. Мы вчера сидели что-то до полвторого, по-моему, вообще. Такая красота была, тишина. Сегодня ветерок. На Темкину удочку сегодня вытащили рыбку сразу. А, это прикормка, по-моему, плотвичка. Вон она плавает. Ну, здесь три рыбки. А, две их видно, раз, два, три. Мы в этом сезоне вообще так много чего обновили. Но из-за того, что тачка в ремонте, многим чем не пользуемся. Вон, даже сумочки для мыльнорыльных у нас новые. А в итоге это... Ой, прикол. Я пока зубы чищу. Темка поймал рыбу. Я просто с артаму бром. Толётенькая. Улёв. Молодец, Темка. Он босиком аж побежал. Я думала, он побежал. Рыбка приплыла, уточки приплыли. О, Китька наша. Катька, Катья, Катья. Катья. Пока яйца жарят. Рум тур на кухне. Здесь вот такая складная, короче, она получается. Здесь шкафчики ставятся. Твёрдые полки. Всё закрывается, чтобы мухи не летали, не садились. Красота. Здесь аналогично. Здесь уже такая кухонная зона. Ну, плиточная. С ветрозащитой. Ну, в данном случае она фиг не нужна. Ещё один шкаф. Ну, здесь же холодильник. Станция. Вода. Красота. Ну, а здесь же непосредственно сама палатка. С надувной кроватью. Покажу ваши хоромы, да? Можно? Я сам, наверное, не пригромлю. О, вот так вот это выглядит. Все переживают за порядок. Ну, я устала, ещё не убиралась. Ну, она пришла, смотри, как ты кушаешь. Садись за стол. Мироша, давай за стол. Вот теперь, друзья мои, доброе утро. На природе вкус кофе, вкус еды. Вообще вкус всего абсолютно другой. Класс. Родик, доброе утро. Нифига, у тебя там щека. Третья рыба. Ну, дед. Ага, поздравляет. Я пока что и на твою рыбочку рыбалку не пою. Мирошка, таскает вон рыбку, пап. Мирошка. Покажи папе рыбку какую поймали. Ой. Это Артёма. Это Артёма. Что значит, он посудомойки не хватает, да? Ну. Ааа, у нас тут шукер. Тише-тише, Мирошка, аккуратно. Вот это рыбалка. Молодец. Четыре рыбы, это самая большая моя. Посмотри, какая огромная. Мирошка, бедная. Хотела червяка дать. Так много. Молодец. Мирошка лежит. Ромбарчик. Молодец, Тёма, молодец. Нет, даже ты такую не поймал. Видишь, какого? Мирошка, бедная. Мирошка, бедная. Мирошка, бедная. Мирошка, бедная. Сейчас, сейчас. У данного места есть небольшой минус, но для кого-то на самом деле это даже будет плюс. Потому что на этой полянке вообще не ловит интернет никакие операторы. В каких-то вот прям местах, вот я вчера сижу, ужинаю, чик с телефона положил, поймал ЛТЕ. Потом на улице сидели вечером, Костюр жгли, хлопс опять прострелил. Но вообще, вот надо вот так вот уходить. Видите, вот она, река. Ну метров 30 отходишь вот так вот на дорогу. И вот здесь вот на пятачке уже есть ЛТЕ, можно поделать какие-то важные дела, если они есть. Ну а в целом, конечно, приехать в такое место и отдохнуть нахрен от этого интернета, это, конечно, классно. По-моему, там поймал кто-то рыбку. Дай. Родюка. Давай, Родюка. Родюка. Тяни, тяни, тяни. Миро клевал точно. Миро сильно клевал. Нет. Сошла. Сошла. Еще что хочу сказать, если вы хотите тоже отдыхать вот так вот с палатками, надолго выезжайте, обязательно покупайте вот такие вот сетки. Мы их открыли для себя, когда на море гоняли. Родителям подсказали, они тоже взяли. Это лучше, чем какие-то тенты, которые продаются там в различных магазинах, потому что сетки вот эти, они продуваются. Если по тентам постоянная духота, то вот под сеткой такого нету, поэтому, друзья мои, обязательно берите. У меня родители такую огромную себе взяли, дядя Саша тоже повесили такую уж сетку. Мирошки сделали такую игровую зону, постелили коврик, высыпали игрушки. Он снял уже футболку, потому что жарко, вон, и наблюдает, как пацаны рыбы. Эй, ты сейчас упадешь туда, сынок? Тёма только закинул, ой, сразу же клюнула. Давай брошь его, насаживай дальше. Деду это поймали. А, мой дед, потому что я рыбак, что свою рыбу поймал, деду. Молодец. Вчера я вам говорил, что у нас же новиночка от наших друзей Родлайк. Это стол, о котором... Я мечтала. Да. Чтобы у нас были красивые подсъемочки, видео. Да, вообще стол крутой. Да, он очень стильный просто. Иди распаковывай. Шикарный для природы, и можно на дачу вообще спать. Очень круто, что стол в чехле. Это прям классно. Как и стулья, кстати. Также здесь два отдела. Первый отдел на липучках. Вот это, так понимаю, ноги. Да. А вот это вот, это столешница. Вот про что я говорил. Ну-ка, на столке. Деревянный, стильный. Ни одного острого угла. Очень гладкий. И вот эти две дыры, это два размера высоты. Ноги расставлены и крепятся в столешнице. Положили столеху, получается. Теперь нужно натянуть. Давай, Настя. Давай, Настя. Проложите немного сил? Ну, чуть-чуть прям. Немного усилий. Да, просто с непривычки. Вот. Ну и, собственно, вот такая высота. Мирошку уже заценил. Шикарно. Все то, что ты хотела, Настя? Конечно. Вы, наверное, уже заметили, у нас палатка родлайк, коврик родлайк, теперь новый стол родлайк, стульчики у пацанов родлайк. Короче, куча всего родлайковского посуда. У нас есть промокод 35% на всю продукцию родлайка. Я его оставлю в описании. Также ссылку оставлю в описании. Переходите, заказывайте. Не факт, ребята, что этот промокод будет действовать у нас всегда, поэтому не упускайте свою возможность. Прямо сейчас заходите на их сайт, заказывайте, пишите там при заказе промокод и получайте, ну, реально мега-крутую скидочку. Но стол крутой. Со вчерашнего дня осталась еще жареная рыба. Шикарно. Вот она когда маленькая, она прям такая вкусная, молоденькая, да? Вот. А ту, которую сейчас Темка поймал, сколько, 6 или 7 рыбок, будем коптить. У родителей есть коптилочка, поэтому поедим копченые рыбки. Кстати, еще что касается электричества, там у родителей, я уже говорил, генератор стоит плюс эта станция. Которую мы им отдали. У нас новая станция. Вот она, самая последняя модель. От нее сейчас работает холодильник, мы только сюда подключили. Ну, ее можно хватить там на несколько дней, даже просто если будет работать один холодильник. От него на 2 градуса. Дополнительное питание можно брать, конечно, дело от машины. Но у нас вот с недавних пор появилась вот такая вот солнечная панель. Она складная, идет сразу же с контроллером, что, конечно, безумно круто, ничего не нужно. На 4 вида аккумуляторов подключается к аккуму, и все. И у вас тачка становится электростанцией 200 ватт. Но сейчас она не нужна, у нас все заряжено. Если вдруг сегодня там нам понадобится, либо завтра, то, конечно, я ее разложу. Покажу, как все это выглядит, как это работает. Крути, 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 крути. Давай, Родик. Глобину не давай. Вот, он, смотри, надо к леске. Там лески перехлестнулись, кстати. Вау! Еееее! Беженая рыба! Молодец! Молодец! Не поможай! Нехилая рыбка такая. Нормальная. Не зря рожала тебе рыбачков. Мать голодной не останется. Ну что, Родион, впечатление? Классная! Большая! Давай ее отпустим, как тогда, два года назад, мою щуку. Давай! Вот этот вот насос-светильник, это, конечно, тоже крутая штука. Всякие надуважки, матрасы. Не нужно качать ртом. Просто вставляешь насадку. Ну, в данном случае вот такая насадка нужна. Тут куча, короче, насадок для разных матрасов и так далее. Причем этим насосом можно не только надувать, а еще и задувать. То есть сделать вакуум. У нас есть еще одна палатка. Мы ее покупали в 19-м году, когда начали путешествовать. Вот он до сих пор с нами путешествует. Иногда мы ее раскладываем. Вот, например, как сейчас. Дети просто попросили себе индивидуальную палатку. Поэтому я думаю, что почему бы и не поставить палатку. Ну, как вы понимаете, палатка ставится гораздо дольше, нежели вот эта. Но у нее тоже есть свои плюсы. Ну, и есть на самом деле свои минусы. Она плохо продуваемая. И вот, например, на море вот получается москитная сетка здесь. Только вот это вот верхний раз и вот такое вот окошко. Все. И на море, когда мы в ней ночевали, мы вообще тент сверху не одевали, потому что иначе просто невозможно. Но, по крайней мере, она от дождя помогает офигенно. При помощи вот этого тента мы тоже спали в дождь, прям в ливне. И ничего не промокает. А вот как это себя покажет в дождь, мы ни разу не проверяли. Мамулька наварила в казане рассольник. Мы от всей дружной большой компании будем обедать. А после обеда уже планируем на лодке отправиться на рыбинку. Выйдем туда где-то метров 800, может, километра до нее. Ну, прикиньте, так наели с рассольника, что все дружно забурились в палатку и уснули. И в полудреме слышу, когда у родителей какая-то суета. И в итоге, представляете, июль, месяц, конец. И у Кэтики сняли клеща. Офигеть. А что, ребят, кто отдыхает и думает, что клещей нету, блин, до сих пор есть. И это жестко. Такая жара, вон, Кэтика покупалась. Я думаю, она тоже идти купаться. О, даже родик пошел. Давай, Артемочка, давай. Давай, Артемочка, давай. Все, я тоже пошел. Очень, очень и очень жарко. Ой, она за мной пошла. Она за мной пошла. Она за мной пошла. Маленькая. Молодец. Ни за кем не пошла. Только за мной. Только за мной пошла. Кэтька накупалась. Там вытирается. Полотенцем сама на стуле вытирается. Вот собака человека. Кэть, наплавалась, Кэть? Ну вот, а теперь можно отправляться на лодке. Тяжеленная штука. Мотор есть. Кто помнит, два года назад мы катались. Сколько-то там, три лошадиных силы, что ли, в моторе. Но на самом деле, чисто сплавать. Покидать удочку где-нибудь в кустах. В траве. Самое то. Сейчас мотор постегнем только. Попробуем сплавать куда-нибудь. А теперь пошла купаться я. Смотрите, пока. Давай, 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 Настем. Все, понеслась. Мы поехали. И приехали. Пока у ребят не получается даже вплыть на лодке, собрались поплавать. Мы замариновали. Ляска. У нас куриная голень. Нет, бедро. Куриное бедро без кости. Вот она нам очень нравится. Дети любят мягкое, сочное. Маринад простой. Соль, перец, чеснок. Все. Да, я вот на берегу. Сейчас попробуем свечку поменять. В этом моторе ужас какой-то. Понаделают карбюраторов. Блин, новый мотор. Что-то с ним не так. Походу надо это. Доставать сап и сап качать. И уже на сапе. Чик-чик-чик. Завелся. Папушка, папушка. Ну все. Мы поплыли. Причем? Полно сосна. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это вот, получается, соседние места с нами. Да, да, да. На карту смотришь, вроде рыбинка-то недалеко. По факту на лодке даже плывешь. Как бы это долговато, учитывая, что у нас только 3,5 лошадиных силы. Настолько тебе красоты кругом. Сиянь, сиянь. Это селитерная рыба. У-у-у-у-у. Большая Катя прошел. Вот этот пляж, видите? Это, кстати, тоже наш лесок, между прочим. Вот если по крымке пройти и чуть сюда, можно через лес на наши полянки выйти. Классное место. А мы вот-вот и попадем в Рыбинку. Ребята, прямо по курсу. Рыбинское водохранилище. Конца и края просто нету. Это реально море. И считанные метры остались по Рыбинскому водохранилищу. Посмотрите, как мы сюда заходим. Островок Камышей недавно спустили. Рыбинское водохранилище. Вот по Камышам можно понять сантиметров, наверное, на 50, может быть, даже больше. Просто не видно конца и края вообще. Это настолько огромное водохранилище. Слов нет. Прямо сейчас мы попадаем именно в него. Офигенно. Когда-то здесь бывают шторма в непогоду и достаточно серьезные. Но пока все хорошо. С погодой нам повезло. Ребята, я вас привез на море. Правда, не на такое, а на Рыбинское море. Пресное море. Пресное море. Рыбинское. Красота. Вообще. Да, еще рыба селинкерная. Вот она, вот она, вот она. Это щука. Плыли мы, плыли. И что? И доплыли. Смаквохли. Хорошо хоть среди рыбинки. Все, теперь на весла. Не, у нас, походу, это, кончилось топливо. У нас есть с собой канистрочка. Ну да, у нас там вообще сухо. Наливать, когда шатается, это, конечно, больше удовольствия. Вот так должна работать, полпиночка. Давай, рулевой. Вовремя мы сплавали. Посмотрите, с моей спиной непогода начинается. Вообще, капец просто. Все, друзья мои, мы сплавали. Мне кажется, круто вообще. Сейчас нужно в срочном порядке и готовить уже мяско. Погода портится. И может получиться так, что испортится до такой степени, что будет дождь. Сейчас сразу пожарим. У нас уже вроде все замариновалось. Кстати, мангалечек тоже родлайк вообще-то. Это больше, наверное, гриль. Но мы на нем много раз уже готовили. Блин, тема классная. Посмотрите, какие рисунки на воде. Мы его офигели. И представляете, пошел, прям начал дуть горячий ветер. А вот не просто теплый, а прям горячий, так по ногам. Мы такие, нифига себе. Ну, вот у нас грохочет, грохочет. Мы все вещи собрали. Поднесли уже часть, убрали в газель часть, вот в палатку вот эту здоровую, что-то там в этот. Но если польет, будет, конечно, грустно. Затопит конкретно. Ну, посмотрим. На самом деле, шторма и непогода здесь могут быть действительно очень мощные. Вот дядя Саня, он здесь пока ждал родителей. Он говорит, палатка просто плавала, кораблики. Он тапочки ставил, кораблики пускал в шатре в этом. Ну, как бы, действительно. Ого-го. Я надеюсь, что она здесь ничего не разрушит, не повредит. Будем пользоваться пока этим временем и жарить мясо. Пойдемте. А в случае чего мы, дети, вон, печенье себе в палатку вот таскают. Вот. Ага. О, правильно, да. Ну, хотя бы давай поближе под навесик, да. О, прекрасный звук сейчас будет. Слышите? Слышите? Все. Все, пошел, пошел. Сейчас нас накроют. Блин, как мы вовремя на рыбинку еще сплавали. Офигеть. А так могло бы нас конкретно там шундарахнуть. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот дела, вот дела. Ну, ладно. Какие шторма только не пережидали. Самое главное, чтобы деревья не падали. Это самое важное. Мы переместились. Полил дождик, полил. Ох, как сверкануло. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы хотим сейчас это вообще в кузов газели поставить, чтобы хотя бы дожарить. Жесть. Мальчишки туда убежали. Мальчишки, вы там? Да. Что там у вас круто все? Посмотри, пап. У-у-у-у-у. Красота. Мальчишки, там есть печенье. Красота. Мальчишки, держи, это тебе. Браслетик со штабик. Штабик, но... Мама, ты... Хорошо, сынок. Газель нужна не только для того, чтобы работать, а еще и в случае сильного дождя. Спрятаться и продолжить мангалить. Прикиньте, как это хорошо. Тест-драйв, кстати, для этой палатки. Дождь. Мне кажется, нормально. Вода, в принципе, плюс-минус не протекает. Ну, так, покрытие мокрое, но это мелочи жизни. Но посмотрим. Главное, когда под низ будет подтекать, когда земля будет мокрая. Получается вкуснота, красота. У нас, на самом деле, дождь-то и закончился. Даже если присмотреться, видно голубое небо. Вот, так что можно, в принципе, это мангальчик обратно выносить куда-нибудь. Вон, дети уже вышли даже из своей палатки, бегают. Мы поплыли с пацанами. Теперь в ту сторону, какие-нибудь камыши. Попробуем вечерком поймать хищников. Можно бесконечно куда-то туда плавать по этим рекам. Там вообще какая-то сходка, куча-куча котиров. А мы вот сюда вот подплыли. В принципе, там вон трава есть. Попробуем что-нибудь покидать. Что-то я не понял, в чем прикол. Бросил удочку. Насадка улетела в кусты куда-то, да. Ой, не могу. У нас с собой ни карабинов, ни дополнительных, ничего. Все, минус одна удочка. Что такое рыбалка с детьми? Это когда у тебя забрали удочки. День третий, друзья. Друзья, мы и начинаем. У нас на сегодня есть несколько прям планов. Это точно накачать сап и поплавать. Точно закоптить рыбу. А что вы еще хотели? Помыться. Помыться. Мы позавтракали. Сейчас на стенке решили, что нужно все-таки качнуть наш сапик и сплавать. Просто на закате плавать вообще особо удовольствие. Мы вчера поленились, не стали качать. Сегодня, наверное, сплаваем. Но сейчас пойдем еще днем. В комплекте у нас, понятное дело, сама доска. Вот этот трос, чтобы его зажимать при сборке. Инструкция. Понятное дело, насос. Лиш, плавник, весло и ремкомплект. Сейчас будем надувать. Пойдемте плавать. Плавник прицепили. Я считаю, что у нас самая наикрутейшая вообще рассветка, которая у них представлена. Гляньте, как красиво он смотрится на воде. Кстати, ссылочку на сапборты тоже оставлю в описании. КОНЕЦ. Нормально? Да. Классно берешь. Да. Мама уходит. Вова! Красота. Вода прохладнее немножко, кстати. Она прям похолодела вода. Тёмка говорит, можно я один поплаваю? Я говорю, давай, вперед. Ты не туда. Весло неправильно держишь? Давай, Тёмка, давай. Один! Один! Фух, а я заплыл, тоже искупался. Там вот классно. В центре прям. Мы снова поплыли на лодке, только на этот раз в другую сторону. Там острова есть, посмотрим, что они из себя представляют. В большом составе. Ну, мы все с семьёй и взяли в Ольгу ещё. Вечером туда ходили, пытаться яичника поймать. Ничего не получилось. Заплыли за наше место. Тут ещё классные места тоже. Но стоят уже такие более проходимые машины. Дорога такая сложноватая. С палаточками тоже, собственные пляжи. Вот, вот, вот. Острова это, по сути, вот эти вот камыши. Вот, вот, вот. И трясуют на карте, как острова. У нас сегодня вечерок. Попытки номер два. Пытаемся щучку вытащить, но пока ничего. Пока ничего не клюёт. Пока не клюёт, да. Уже дело к закату. Надо ещё рыбку покоптить успеть. А мы тут мучаемся. Пока мы там пытались найти. Тут девчонки всё вот так вот сделали. Это только минимальная вообще часть. Уже большая часть в самой коптилке. Пойдёмте покажу, как коптить рыбу. Но многие, наверное, и не знают даже. Вот такое оборудование. Два этажа, да? Туда. Щипа, она всякая бывает. У нас ольховая сейчас. Ну всё, давай. С острова Ольхон, да? Угу. Давай. И ставится на костёр. Буквально сколько там? Минут 20, да? 20 минут, ага. Она крупная 20 минут. Она будет вау. Первая партия готова. Смотрите, как красота получилась. Вот в такой вот серебряной тарелке. Ребятки, кто смотрит голодный, прошу прощения, но я не могу вам не показать эту красоту. Ах, какие тут запахи. Оооо. Кайф. Ладно. Кстати, по коптилке хочу следующее сказать. Она стоит рублей 500, по-моему. Вещь крутая. Конечно, габаритная. Она не складывается, как мангал, например. Но это точно того стоит. Кто особенно любит рыбачить, ездит так вот дикарьками, покупайте, коптите. Ну, согласитесь, классно. Горячего копчения рыбкой. Это... Это невероятная вкуснота. Это любимая часть рыбалки. На самом деле. Офигенно. Вот, когда ты на природе, дети вообще такие. Прям сверхклассные. Они всегда найдут чем себе заняться. Вот, например, смотрите. Вечерочком они строят сами ступеньки для спуска. Прорубили. Ну-ка, Тёма, отойди-ка. Я покажу, как ступеньки вышли. Давай. Вот. Смотрите, как круто. И сейчас Родик типа делает этот бетон, цемент. Не, типа делает. Потому что эта глина очень хорошо западана, очень прочная. Иначе будешь ходить и всё будет разваливаться. Вот так вот. Мироша, покажись. Пацаны, это жесть. Это просто жесть, парни. Тобираем что-то. Не, ну ладно. Ой-ой-ой. Вот так вот. Дети придели. Да. Красиво здесь так красиво. Да, вечерком вообще лютая красота. Такие закаты здесь красивые. Это хорошо, когда есть сап, ты можешь куда угодно сплавать и насладиться этой красотой. Субтитры сделал DimaTorzok Ребятки, четвертое утро в этом потрясающем месте. Хуй кайфа. И нам нужно собираться. Кстати, вовремя. Посмотрите, что цвести начало. Ох, ох, ох. Зелепуха какая. Походу мы вовремя, действительно. Она пойдет. Сегодня нам нужно быстренько, за часа за два хотя бы позавтракать, собраться и ехать домой. Домой, а к бабушке домой. Ну, к бабушке домой, правильно. Не домой, а к бабушке домой. Молодец. Ой, ладно. Мама, папа. Все, едем домой. Пока! Ну, вот и все. Наши выходные в этом офигительном месте закончились. Ребятки, мы локацию оставим у себя в телеграм-канале, но только на один час. Так что обязательно нужно быть подписанным, чтобы узнать локацию. Давайте. Пока-пока. Пока. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok